Её ипостаси можно перечислять бесконечно. Заботливая мама и любящая жена, справедливый руководитель и активный общественный деятель, понимающая свекровь и завидная тёща. И всё же главным делом её жизни стала забота о детях. «Начиная с класса пятого я чётко знала, что я хочу именно лечить детей, помогать детям. Детским врачом, неврологом был и мой отец. И вот эта любовь, и его восторг, когда у него получалось помочь. Я запомнила на всю жизнь отца уже много лет, как нет в живых. Я помню ту энергетику, которая исходила от него, когда у него получалось помочь ребёнку, получалось вылечить. И дети у него были крайне тяжёлые. Это и детские церебральные параличи и так далее. Тяжёлая ситуация и заболевания. Но, тем не менее, каждый успех в нашей семье обсуждался. И мне очень хотелось помогать детям». Начинала участковым педиатрам. Ежедневные приёмы, вызовы на дом, дежурство. За годы практики никакие трудности не заставили Ирину Луканскую разочароваться в выборе профессии. И каждый новый, сложный пациент мотивировал лишь на то, чтобы совершенствоваться, расти в профессии. А это было довольно непросто. Ведь дети – особенные пациенты. Они не могут понять, что их беспокоит, да и толком показать, где болит. И здесь главная задача врача – уважать их боль. И делать всё, чтобы помочь во что бы то ни стало. Поздравляя с выздоровлением очередного маленького пациента, каждый раз радовалась тому, что продолжает дело папы и помогает детям. С 2007 года Ирина Луканская стала главным врачом первой детской поликлиники. Получив такое большое и беспокойное хозяйство, она и здесь проявила себя с лучшей стороны. Только на этот раз уже как руководитель. К нам относится она, ну, как вам сказать, нельзя же сказать, как мама, потому что мы с ней одного возраста. Но она относится к нам с такой теплотой, с такой душевной отдачей, которую даже трудно себе представить. И кроме этого, точно так же она относится и к нашим пациентам. Я это прекрасно знаю, потому что не раз имела возможность в этом убедиться. И правда, когда Ирина Эдуардовна идёт по поликлинике, в которую теперь уже её подросшие пациенты приводят своих детей, всегда остановится и спросит, чем помочь. Коллегам подскажет с диагностикой спорных случаев и всё это с неизменной улыбкой. Это про неё говорят, что в её сутках точно 25 часов. А иначе как бы она всё успевала? Это при ней из небольших кабинетов родились сразу несколько таких важных проектов, как Центр «Дружественный подросткам» и первый в республике «Ресурсный центр раннего вмешательства». Уже под её руководством детской поликлиники номер один фондом ЮНИСЕФ был присвоен статус «Доброжелательный к ребёнку», а его, к слову, удостоены лишь несколько белорусских поликлиник. И сами пациенты каждый день убеждаются в том, что этот титул заслуженный. Мы поликлиникой очень сильно довольны. И врача, когда вызываешь вовремя, приходят, всё хорошо. И какие-то лекарства, то есть врачи запоминают детей, они помнят уже их потом, помнят, какие лекарства им помогают, помнят, какие там антибиотики, вот это вот всё, какие процедуры. То есть, ну, хорошо относится, такое человеческое отношение. А чтобы ещё больше расположить к себе маленьких пациентов, уже в ближайшее время здесь постепенно откажутся от пресловутых белых халатов, которые, откровенно говоря, иногда отпугивают малышей стереотипами. И тогда ещё и приятный цвет поможет сменить атмосферу клиники на атмосферу дома здоровья. Как новатор и автор самых смелых идей выступает Ирина Луканская в качестве председателя Гродненской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Это ещё одна её большая дружная семья, неравнодушная к проблемам других и готовая помогать всем, кто в этом нуждается. Основная роль нашей организации женской – это всё-таки повышение статуса женщины, привлечение женщины к решению государственных таких задач, вопросов. Это всё, что направлено на добрые дела, чтобы не было брошенных детей, чтобы наш город был зелёный, цветущий, чистый, чтобы были счастливые семьи и рождалось как можно больше деток, здоровых деток. Вот такая она, Ирина Луканская. Женщина-врач, руководитель, лидер, мама, бабушка. Мудрая и стойкая, заботливая и переживающая, требовательная и понимающая, любящая и любимая. Лена Молчанова, Сергей Печерица. Новости Гродно+.